После долгого зимнего сна природа наконец пробудилась. Ярко светит солнышко, весело щелечут птицы, зазеленела травка. По всем приметам пришла весна. С древних времен люди отмечают приход весны как праздник возрождения, обновления природы, торжества жизни и надежд на получение щедрого урожая. Так воспитанники детского сада «Золотая рыбка» встретили весеннюю погоду с радостью. Они приготовили мини-спектакль и выступили с ним в Развилковской библиотеке. В части экологического просвещения, конечно, мы сотрудничаем с детскими садами. Потому что чем раньше начинаешь прививать детям любовь к родной природе, тем лучше это прививается и потом идет во взрослую жизнь. Не просто ее любить, а ее беречь, ее защищать и делать все для того, чтобы наша экология стала лучше и наша природа стала чище. Все действие происходило в эфире придуманного телевизионного канала «Весенние радости». Ребята были в роли ведущих, а также танцевали, рассказывали стихотворения, водили хороводы и пели. Набрала гадошки, я чьи тунчу росу, Радуку и солнышко я вновь несу. Так же, как и в настоящем телевизионном эфире, у детей была рекламная пауза, в которой они сделали зарядку и ответили на вопросы викторины. Какие птицы не бьют гнезд, а выводят тенцов в пьянки? Чай! 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 Воспитатели детского сада с помощью таких обучающих спектаклей развивают в детях не только творческие таланты, но и приучают их к бережному отношению к природе. Ведь экологическая проблема в наше время очень актуальна. Я работаю много над экологической проблемой, учу детей защищать природу, любить ее. И они очень много знают об экологии, о природе. Сюда мы приходим часто, в библиотеку. Дети очень любят драматизировать сказки, участвовать в хороводах, петь песни, рассказывать стихи. Очень любят природу. В завершении весенней встречи детям подарили веселые журналы и по традиции сделали совместную фотографию. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова